Я люблю свою учительницу, потому что она была из подготовки и здесь, в ТЕР, учит меня. Я с ней очень долго уже учусь. С днём учителя Виктория Алексеевна. Желаю, чтобы вы были здоровыми, счастливыми и никогда не болели. Я очень хотела побыстрее пойти в школу, чтобы узнать, что и как там будет. Под крылом Виктории Громыко 29 непосед, которая только становится на рельсознания. Педагог начальных классов обучает их письму, чтению, счёту и рисованию. На уроках она находит подходы, уделяет внимание каждому, даёт о себе знать 20-летний опыт работы. Учитель третьей гимназии отмечает, за годы система образования претерпела немало изменений, но любовь к детям в сердце навсегда. Всё время, что я работаю в гимназии, я не пожалела, что я выбрала данную профессию, потому что работать с детьми мне очень нравится. Дети – это счастье. Только они умеют любить бескорыстно. Их любовь окрыляет, вдохновляет. Тише мыши, кот на крыше. Встаём, а котята ещё выше. Ксения Дрыкина раскрывает в детях таланты. Девушка только начинает свой профессиональный путь в первой музыкальной школе искусств и ведёт сразу несколько уроков. Театральную игру, художественное слово, актёрское мастерство и сценическую речь. Молодой специалист ни капли не жалеет, что вернулась после колледжа в родной Бобруйск. Здесь и коллектив хороший, и семья рядом. Я в детстве ещё, когда училась в обычной средней школе, всегда хотела заниматься каким-то творчеством. Пыталась найти себя и в хореографии, и в рукоделии. И после учёбы уже я решила, что я хочу преподавать, учить уже детей этому великому мастерству. Нам есть кем гордиться. В этом году Могилёвскую область в финале конкурса «Учитель года 2023» представили Бобруйчане Алексей Жунько, педагог трудового обучения 1-й гимназии и учитель физики 34-й школы Светлана Здоронкова. Всего за почётное звание боролись 56 участников. Учителя в финале конкурса представляли свой педагогический опыт, проводили мастер-класс, открытый урок на знакомом классе, решали психологопедагогическое тестирование. Я хочу сказать, что наши в обручании, наши учителя выступили в финале очень достойно. День, когда стоит сказать спасибо за знание, терпение и доброту. Математика, биология, русский язык, география, физика, химия. В этот праздник чествуют и воспитатели детских садов, и педагогов дополнительного образования. Лучших в своём деле накануне профессионального праздника отметили во Дворце искусств, а это без малого 70 человек. Учитель – это тот человек, который ведёт детей по жизни. Пусть он всегда будет примером патриотизма, мужества для подрастающего поколения. Авторитет и высокий статус учителя, по мнению президента, – залог успешного будущего страны. На неделе Белстат составил портрет отечественного педагога. В основном это женщины с высшим образованием, стаж работы минимум 15 лет. На одного человека приходится 10 учеников. В последние годы профессию выбирают всё больше молодёжи. Ольга Васен, Достанислав Чечерин. Итоги недели.